Микс Ньюс Радио Болтком. Программа «Абонент» доступен. Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент» доступен. В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер. Родион Золотарев. И на прямой связи из Франции с нами сегодня журналист и писатель Дмитрий Декашко. Здравствуйте, Дмитрий Борисович. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Для тех, кто звонит из-за рубежа код плюс 371, напишите в WhatsApp 230-6191. Ну, начнем с актуального. Одна из последних новостей была о том, что число зараженных коронавирусом во Франции достигло 100 человек. Паника вообще есть у французов по этому поводу, потому что также сообщалось о закрытии ряда мероприятий, в том числе и Лувр. Лувр отказался открывать, сотрудники Лувра отказались открывать музей из-за коронавируса. Как обстоят дела? Ну, может, паника еще все-таки не паника, но, во всяком случае, везде ощущается. Инструкции были даны, в том числе в министерствах и всем чиновникам, не целоваться, не сжать руки, не кашлять в локоть. Вообще инструкции есть, безусловно. Да, Лувр закрыт. Отменили салон книги. Это довольно важно, потому что он должен был все-таки быть только в 20 числах. То есть, это не очень, конечно, не очень оптимистично, значит, на это смотрят. Паники нет, но, безусловно, все об этом думают, да. Есть последствия, есть, конечно, экономические последствия, потому что биржа французская, так же, как и другие биржи, но, в общем, по Франции это чувствительно. И, как вы, ну, может, вы не знаете, но экономически, в финансовой стороне рейтинг Франции был понизен мудис, что довольно важно для политики, ну, для ставок вообще, которые уже отрицательные в Евросоюзе, как вы знаете. Ну, что касается все-таки реакции людей, ходят ли в масках и как вообще обстановка в плане каких-то настроений и атмосферы в том же Париже? Нет, мало, мало ходят в масках, потому что, ну, просто, как-то это, во-первых, их нету, их сами маски, сами по себе, они нужны для людей, которые уже заражены, для других нужны особые маски, так что тут просто-напросто люди не одевают этого. Ну, и как-то это все-таки не в обычаях во Франции, меньше, во всяком случае, чем в Азии. Ну, что касается... Нет, они в масках не ходят, но, я вам говорю, да, безусловно, об этом все думают и уже рассчитывают с этим. Многие планы, проекты нельзя уже делать, потому что не уверены, что вы сможете съездить куда-то или встречаться. Все встречи, все собрания, больше пяти тысяч человек отменены, когда они в закрытом помещении. Но ожидается тоже, ну, тут это, может быть, уже политические подозрения. Как вы знаете, сейчас готовятся муниципальные выборы во всей Франции. И при том, заодно правительство, как бы, ну, приняло меру политическую, которая очень непопулярная в области нового закона о пенсиях, так называемая статьи 49.3. То есть, это значит, что без голосования в парламенте должны одобрить этот закон, против которого были все демонстрации и забастовки в течение трех месяцев до этого. И, конечно, так как представительство оппозиции в парламенте очень слабое, ну, потому что система довольно несправедливая политическая во Франции, то, безусловно, те демонстрации, которые могут произойти против этого решения 49.3, могут быть запрещены под предлогом коронавируса. Некоторые газеты, вот сегодня утром некоторые написали, в том числе на Севере, в регионе Севера, что могут отменить тоже и муниципальные выборы под предлогом коронавируса, потому что результаты выборов могут быть очень плохие для правительственной коалиции. Но, опять-таки, это пока только спекуляции, но об этом говорят, да, безусловно. То есть, получается, что на политическую ситуацию, на политический процесс коронавирус во Франции уже влияет в полной мере? Да. Да, экономически тоже. Экономически очень серьезно, как и в других странах, но во Франции очень серьезно. Ну, что касается желтых жилетов, которые уже на протяжении достаточно долгого времени протестуют во Франции, на их деятельности как-то отразилась вот эта история с коронавирусом? Ну, с коронавирусом это может отразиться тем, что могут запретить их демонстрации совсем. Потому что эти демонстрации продолжаются, знаете, они маленькие теперь, но они продолжаются. Они продолжаются, они продолжаются в том числе в регионах. Здесь вот я был на рынке в воскресенье, так кроме листовок для муниципальных выборов, были листовки из желтых жилетов, которые не участвуют в выборах, но которые, конечно, участвуют в движении против реформы пенсии. Так что, ну да, не забудьте, что они соединились с профсоюзными движениями. Сейчас вот три профсоюза должны собраться, кажется, в среду утром, решить, какие движения против этого решения, о котором я вам говорил, в парламенте правительства, какие движения организовать уже на улицах. И тут вот именно может сыграть предлог коронавируса, чтобы их запретить. Не знаю, что из этого получится. Ну помните ли вы тот момент, когда это движение желтых жилетов в 2018 году, в ноябре, если я не ошибаюсь, 2018 года началось, и как оно изменило Францию спустя годы? Можно сказать, что сколыхнулись такие слои, социальные слои Франции, о которых как-то забыли. Они так себя и ощущают. Можно сказать, что это как бы возрождение или появление, или это теклело в обществе, конечно, существовало, но очень обостренная классовая борьба, знаете, появилась. Желтые жилеты – это люди простые, это люди работящие, это люди французы, это люди, которые живут во всех регионах Франции. Меньше в Париже и в крупных городах. Ну, в крупных, а так каких? Ну, в общем, не Марсель, не Льон, а где именно социологическая макронизма существует. Ну, вот среди этого народа, желтых жилетов, именно можно сказать, что разрыв с властью, с правительством, с политическими партиями, в том числе с той, которая имеет большинство в парламенте, этот разрыв, можно сказать, более-менее полный. И с профсоюзными движениями, конечно, это еще хуже стало, ну, то есть это еще глубже стало. Потом интересный момент у этих желтых жилетов, то, что вначале это был просто протест против повышения цены налогов на бензин и на солярку. Но потом это переросло и в политическое требование возможности прямой демократии, то есть возможности референдума по инициативе граждан. То есть то, что делается в Швейцарии, что существует в Швейцарии и в некоторых других странах, и которое считается самым демократическим проявлением. Потому что во Франции, не забудьте, что есть обида, безусловно, в общественном мнении о том, что в 2005 году был референдум о принятии европейской, так называемой, конституции. Ну, это после Маштри, что и так далее. И французы все-таки на 56% проголосовали против. И несмотря на это, Саркази, когда он был президентом, подписал договор и вошел в трактат Лиссабоны, который на самом деле был точно то, от чего отказались французы. Так что это считается большим предательством в этой области. И как бы референдум, если хотите, который ввел Деголь в республике, который основная часть функционирования институтов французских, как-то из-за этого дискредитирован, и поэтому его надо возобновить. То требование желтых жилетов референдума по инициативе граждан, который отбрасывается совершенно более-менее всеми партиями устроенными, и во всяком случае тех, кто у правительства сейчас. Это, наверное, будет иметь какое-то последствие в политической жизни. Но, наверное, только на президентских выборах, конечно. Тут на муниципальных выборах это все-таки местные выборы. Но надо сказать, что очень много кандидатов по сравнению с прошлыми муниципальными выборами. Президент Эммануэля Макрона как сегодня воспринимает во французском обществе? Ну, я вам говорю, у него все равно всегда было только... Не забудьте, что за него голосовали только 17% на первом туре выборов президентских. Можно считать, что, в общем-то, за него проголосовали 30%, потому что он был против Марин Ле Пен. И против Марин Ле Пен встала вся коалиция тех, кто не хотел Марин Ле Пен, кто обвинял Марин Ле Пен в фашизме, что на самом деле, конечно, не очень справедливо, но это просто политическая игра, которая раньше была против коммунистов. Коммунисты были просто опасностью, что позволяло правым всегда выигрывать все выборы. А то угроза коммунизма просто трясли, угроза коммунизма и все. Сейчас сыграли то же самое с Марин Ле Пен, но в другую сторону. Но из-за этого, если хотите, представитесь, те избиратели, которые проголосовали, в том числе на президентских выборах, даже во втором туре, а это все-таки 49 или 48,5%. То есть ничто не будет, это все-таки важно. Это почти половина избирателей. Они не представлены в парламенте, и они не представлены в институтах Франции, в демократических институтах. Так что, конечно, из-за этого политическая жизнь хромает. И из-за этого популярность Макрона основана, можно сказать, социологически только на определенных слоях. Это люди, скажем так, обеспеченные, буржуазия, в общем, которая его и выбрала, которая его и продвинула. И то, что называют здесь иногда с произведением, бобо, то есть буржуазия, богемная буржуазия парижской среды, ну, людей, которые, в общем-то, держат, на самом деле присутствуют во СМИ и в интеллектуальной жизни, и которые, в общем-то, не допускают к этой жизни другие тенденции. В том числе те, которые представляют желтых жилетов, над которыми, ну, как бы, против которых высказываются даже иногда довольно презрительные названия и мнения, в общем-то. То есть тут как-то, вы знаете, попадаем даже... Мне это напомнило иногда то, что говорилось после Парижской коммуны о коммунарах. Желтые жилеты как бы наследники коммунаров, если хотите. Потому что те же самые прилагательные, те же самые названия против них высказываются. Это довольно странно, в общем. Но это в истории Франции, по-моему, имеет довольно большое значение. Их даже нельзя квалифицировать или называть, так это было в социальной борьбе против послевоенной, в общем-то. Потому что они действительно, как бы, те слои, которые были забыты. Те профсоюзы, которые выступали и которые бастовали вот эти последние месяцы, которые, конечно, сблизились и соединились с желтыми жилетами, это более традиционная оппозиция. Потому что она основана на политике и на другой социологии. Макрон с этой реформой пенсии и с экономическими реформами, он представляет, если хотите, финансовую глобализацию. А русская система, так же пенсии, как и вообще социальной жизни и законов, которые были все-таки очень защитные, и где медицина была хорошо застрахована, в общем, она была последствием Второй мировой войны, где установилась между галлистами и коммунистами, которые были основные силы во Франции после сопротивления, как бы договор о сотрудничестве классов. Каким образом это работало? Это работало тем, что буржуазия, которая была за Двиголя, та, которая была за Петена, была просто забыта. Они сотрудничали с немцами, с нацистами до известной степени и были дискредитированы. Они появились только после Жизкарды Стэнов, скажем так, сплыли. И сейчас, конечно, они у Макрона. Но другие просто участвовали в правительстве и в аппарате государственном, а социальные и другие аппараты, профсоюзы, коммунистическая партия, как бы была подкуплена, если хотите. Это я не как критика говорю. Была обеспечена функционированием определенных социальных аппаратов, в том числе социальное обеспечение и в том числе именно весь аппарат пенсии. Конечно, Макрон это хочет разбить и передать в частную собственность, в том числе американских групп, как BlackRock, и в том числе BlackRock, в том числе тоже французская есть огромная такая же инвестиционная, скажем, группа. И хотели бы, переходя на систему баллов и пунктов пенсии, разбить это сотрудничество между классами. И поэтому это такая глубокая борьба получается во Франции, потому что это вообще изменение полное всей французской системы, которая работала после войны и которая неплохо работала на самом деле. И естественно, что нарушит существование даже многих аппаратов. И переход на совсем другую систему, сплошную либеральную, которая не доказала все-таки свои преимущества и которая все-таки позволяет в обществе очень большую бедноту. Мы сейчас делаем небольшой перерыв. В Англии, в Германии, в Соединенных Штатах. И против этого именно восстают желтые жилеты. Они протестуют и против бедности, и против разрушения социального аппарата государства. Да, мы сейчас небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим. Журналист и писатель Дмитрий Декашко с нами на прямой связи из Франции, из Парижа. И вы оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Это программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. На прямой связи с нами журналист и писатель Дмитрий Декашко. Здравствуйте еще раз, Дмитрий Борисович. Здравствуйте. Да, мы продолжаем наш разговор. Вот что касается внешней политики Эммануэля Макрона, потому что вы упомянули Марии Липен. Известно, что Россия, по крайней мере, риторически поддерживала кандидатуру Липен. Как складывается у Макрона с Россией? Потому что Францию и Германию называют умеренными партнерами по отношению к России, в отличие, скажем, от Соединенных Штатов, стран Восточной Европы, которые достаточно критично относятся к Москве. Франция и Германия держат такой нейтралитет в Европе и вообще символизируют такой нейтральный Запад. Насколько Макрон заинтересован в отношениях с Путиным и как это осуществляется? Да, это, конечно, довольно сложный вопрос. На самом деле не так уж просто. Он, да, переменил, он изменил, во всяком случае, отношения, в том числе летом. Очень символично было то, что он пригласил Путина в этот форт Брегансон, там, где проводил каникулы в президентской крепости на Средиземном море, недалеко от Сан-Тропе. Это, конечно, он объявил, с одной стороны, значит, что с Россией надо считаться. Это было новое, при том он всё-таки произнёс слова о том, что Европа идёт от Лиссабона до Владивостока, что, конечно, вписывается в том числе в понятиях некоторых кругах русских. Не всех, не всех. Ну, во всяком случае, это памятное европейское видение, во всяком случае, которое было, ну, до того, как это Макрон сказал, считалось даже, как бы, ну, выявлением путинских агентов, как здесь часто выражаются в СМИ, где, в общем-то, настроение очень антирусское, в общем. Но, с другой стороны, у Макрона тоже и выступление, и недавно в Мюнхене в всём числе это было, которое очень противоречиво с этим. Так что, как мы можем это анализировать, и до какой степени можно думать, до какой степени это всё серьёзно? Во-первых, это серьёзно, потому что интересы Франции, они не совсем те же самые, что, скажем, интересы Польши, или, в всяком случае, то, что ощущают поляки, как свои интересы. И исторически, и это Деголь очень хорошо описывает, между прочим, когда отношения между Францией и Россией хорошие, для Франции это хорошо. И в истории, если вы смотрите в истории, Деголь просто приводит пример, говорит, с Генриха Первого и с Анной Киевской, доходя до самых последних событий, в том числе Вторая мировая война, в том числе даже переворот Сталинграда и роль Советского Союза для политической жизни Франции, они имели всегда положительные последствия. Ну и, конечно, не говоря о франко-русском альянсе, о том, что Россия в Первой мировой войне, ещё в Первой мировой войне, прислала экспедиционный корпус, спасла Париж во время битвы на Монне и так далее. Ну, это всё имеет большую роль в геополитике Франции. Ну, это действительно подход французский, который противоречит и другие выявления Макрона, в том числе вот самые последние в Люнхене и даже перед военной школой он здесь выступал, выступал, подчёркивая важность НАТО и связь европейской защиты и безопасности и как бы даже обещая ядерную силу Франции в пользу Евросоюза. Что, конечно, тут подняло определённое количество протестов, потому что, представляете, сейчас у нас конфликт идёт в Сирии с Турцией, Турция против Сирии и против России. Но Турция член НАТО, и мы тоже члены НАТО. Мы можем быть затянуты в войну против России из-за того, что турки поддерживают исламистов в Сирии. Это всё-таки довольно опасный союз. То есть это очень опасно. Нас ведёт туда, куда нам совсем не надо идти, и который совершенно не в наших интересах. И Франции, я считаю, и Евросоюза, но, может быть, другие страны Евросоюза могут считать по-другому, но, во всяком случае, для Франции ни в коем случае. Притом беженцы и из Сирии, но которые сопровождаются беженцами из Афганистана, из Пакистана, из Эфиопии, из Судана, из Мали и так далее, именно используют эту ситуацию в Сирии, и то, что Эрдоган нас всех присылает. Теперь под предлогом он не сумел, вид ли бы, ну, поддержать своих союзников самых, и, во всяком случае, его союзники были побеждены джихадистами. Ну, вы представляете, куда нас ведёт такой довольно опасный военный союз? Так что это всё может объяснить политику Макрона. Это же надо прибавить и Ливию. В Ливии то же самое. На самом деле Франция и Россия поддерживают маршала-автора, а Турция поддерживает правительство в Триполи. Это тоже противоречиво, потому что автор единственный, который немножко останавливает, приостанавливает. Этих мигрантов, которые льются из Африки во Францию и в Западную Европу. Тут тоже понятно, что, да, нужно обязательно каким-то образом договариваться с Россией и с ней играть. Так что, да, Макрон, я не сказал бы, что он сдержанный, но просто он должен тоже считаться с историческими и геополитическими интересами Франции. Но он, конечно, в противоречивой, ужасной позиции. И это то, что здесь перед карикатурами говорят «en même temps», то есть «одновременно». Я одновременно, одновременно за НАТО и за Эрдогана и одновременно быть хорошо с Россией. Как это получится, никто не очень хорошо знает. И во всяком случае у него противоречивые выступления. Но, безусловно, безусловно, менее напряженно с Россией, чем было, когда Франция просто при Оландии, в том числе, просто повторяла лозунги, которые шли из Соединенных Штатов и приказы, которые шли из Соединенных Штатов. В том числе, таким образом, Франция потеряла рынок Мистрали, что было совершенно не в интересах Франции и что для нее было очень невыгодно. Потому что это было бы выгодно в России, в конце концов, но не Франции. Что касается русских во Франции, вот один из ближайших, по крайней мере, как его называют, соратников Макрона, Бенджамин Грива, который, вы говорили о муниципальных выборах, тоже в начале интервью, он должен был участвовать в выборах мэра Парижа, но вышел из этой гонки после публикации известным российским акционистом Петром Павленским интимных видео с его участием. Вот как этот инцидент вообще воспринимает во Франции и как он отразится, может ударить по репутации того же Макрона, ввиду того, что его называют соратником Макрона, президента? Ну, знаете, я думаю, еще больше повредило бы Макрону, если бы Гриво участвовал в выборах и получил бы не очень хорошую рейтинг. И это так и было. То есть он был на четвертом месте, что для Макрона было не очень хорошо, потому что Париж, я как вам говорил уже, это социологическая опора макронизма. Так что если они, муниципальные выборы в Париже, ну, не очень хорошо, на них не очень хорошо фигурируют, это не очень хорошо для них. Так что с этой точки зрения, нет, это особенно не затронуло Макрона. В общем-то, знаете, во Франции это все-таки, да, начали раздувать это, подозревая Павленского, который все-таки несколько месяцев назад или несколько лет, скажем, назад, потому что он ведь тоже и поджег банк Франции, не забудь. Да. Так что его считали, значит, бортом за свободу, там, за права человека, ну, и так далее, и так далее. Но тут вдруг он стал возможным агентом ГПУ, КГБ, ну, потому что тут все путают при том. Так что, ну, это недолго длилось. И, в общем-то, знаете, такие политические вот скандалы такого рода, на самом деле, они очень не французские. Это очень по-американски звучит. Ну, когда, конечно, когда Левинскую и Клинтона объявили, это могло интересовать американцев и так далее. Французы это просто смеялись. Все президенты после Помпиду, французские, после Помпиду, у всех президентов была и вторая, и третья жизнь вообще. И никто из журналистов об этом не писал и не говорил. Я сам все-таки в редакциях работал. Мы много знали и никогда об этом не говорили, потому что это именно частная жизнь. Такие урацкие, можно сказать, видео, как это привело, на это не очень обратили внимание. А Павленский, ну, к нему все-таки отнеслись по двум. Ну, конечно, было в печати и в той, которая специализирована в антироссийском, были обвинения в том, что он возможный агент и так далее. Некоторые профессиональные, ну, как мы их называем иногда здесь, профессиональные русофобы, в общем. И в том числе переводчица Павленского. Это довольно забавно. Его начала обвинять, несмотря на то, что она перевела его книгу. Но, в общем, все-таки его всерьез не принимает никто. Так что, да, было 3-4 дня. Люди об этом много говорили. Ну, потому что тут был, конечно, и сексуальный аспект, так что это было забавно. Но я спросил, меня пригласили на одно французское телевидение. Я спросил у них, а почему вы столько об этом говорите? Говорит, ну, ладно, потому что это зритель интересует. Но вы сказали о личной жизни президентов. Французским журналистам известны и о второй и третьей жизни Макрона в том числе. О Макроне я ничего не буду говорить именно по этому же принципу. Нет, ну, например, ну, смотрите, Миттеран все-таки в последний момент раскрыл все-таки вторую семью. Ну, и, в общем-то, об этом знали, я даже знаю врачей, которые знали об этом Миттерана, который второй раз был избран президентом, но он ведь два раза был избран президентом, то они считали, что несмотря на то, что он все-таки человек в возрасте, так как у него была и любовница, и так далее, это все-таки доказывало определенное здоровье, и можно было и для него голосовать. То есть это плюс. То есть во Франции к сексуальным скандалам... Это не плюс, но в таком случае не будут искать пятна на платье Левинской. То есть во Франции к сексуальным каким-то аспектам жизни политиков относятся проще и прощают им больше, чем, например, в якобы Пуританской Америке, потому что, ну, там за это могут настроить импич. Пуританский и лицемерный, надо все-таки сказать. Ну, это, да, это вся жизнь, это, между прочим, разница между католическим миром и протестантским миром до известной степени. Да, да, безусловно. Они, ну, это все-таки их жизнь. Если хотите, это, нет, не прощается, когда имеет последствия для налогоплательщиков. То есть если любовница обходится слишком дорого, например. Смотрите, на Шискарде Стэна иногда были подозрения, ну, подозрения, ну, во всяком случае, он иногда исчезал из Елисейского дворца, ну, на чем? И, ну, это тоже знали, но никто не говорил. Ну, об этом беспокоились, потому что даже генералы, ну, которые занимаются ядерной силой в Франции, не могли, не знали, где его найти. А он только имел ключ и возможность активировать ядерную бомбу французскую. Так что это, конечно, было как-то, ну, неудобно, в общем. Вот. Ну, это имело, если хотите, последствия политические. Ну, а то, а то это их жизнь, в общем-то, пусть живут, как хотят. Помните, Оландо ведь тоже застали на скутере, но имело последствия, что его это самое, ну, признанная, скажем, сопутница в жизни, которая была в Елисейском дворце, была так недовольна, что она разбила посуду. А эта посуда была республиканская. Вот это было плохо. А что касается отношения США и Франции, вы тоже об этом упомянули, вот какой период они переживают сейчас, потому что мне вспоминается этот момент, который, как мне кажется, субъективно был очень показательным, возможно, когда Трамп смахивал перхоть или якобы перхоть с пиджака Эммануэля Макрона в одной из общих пресс-конференций. Вот это имеет место быть? Так, может быть, комично даже выглядит, но вот какое отношение сегодня к Франции со стороны США? Ну, тоже все-таки, опять-таки, безусловно, Макрон дает впечатление, что он меньше просто вассал Соединенных Штатов, что Оланд был совсем, что Саркази был, и просто потом, когда уже был не президентом, начал об этом жалеть, ну, потому что американцы не так его поддержали, как он ожидал, в общем, несмотря на то, что он вернул Францию в военную союзацию, несмотря на то, что он предал именно французское решение референдума, о котором я вам говорил 2005 года, и несмотря на то, что он полез в Ливию и разрушил там все государство Каддафи, и из-за этого хлынули все эти иммигранты, и там появился беспорядок на севере Африки, то есть это все именно по приказам, в общем-то, и в пользу американцев. Оланд, то же самое, я вам упоминал о мистралях, но было и все остальное, присоединение к санкциям против России, присоединение и вообще, ну, просто даже без, ну, безразговорное послушание всего того, всего, что приказывали Соединенные Штаты. Ну, поменялось то, что Трамп все-таки пришел, и что он менее популярен среди определенной олигархической среде во Франции, но из-за этого, конечно, отношения стали более осторожные, при том, я думаю, что есть и экономические все-таки причины, потому что, так как Трамп более открыто пошел на экономику, реальную экономику, а не только на финансовую, то это, конечно, затронуло интересы определенных французских кругов, которые играют на финансовой экономике. Другое, это довольно важно, американцы начали грабить Францию, ну, и других стран тоже, наверное, западноевропейские, но Францию очень серьезно. Посмотрите, дело Альстом, Альстом это стратегическое, очень важное предприятие Франции, и американцы решили это передать в Дженера Электрик, они арестовали инженера и одного из главного Альстома, два года продержали в тюрьме, есть об этом книга, которая написана, называется Американская ловушка, перуджи, такой инженер Альстома, и эта Альстом была передана американцам на очень невыгодных условиях для Франции, и из-за этого у Франции нет возможности теперь ремонтировать и содержать определенные ядерные реакторы, определенные аппараты разведки военной, и в том числе из-за этого Франции зависит от Соединенных Штатов в войне в Африке против ИГИЛа в Средней Африке и в Мали и в общем-то в Магребе, ну против так называемого исламистского Магреба. У нас есть звонок, сейчас радиослушатель на линии, примем звонок, здравствуйте, слушаем вас. Добрый день, Александр. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, чем закончится вот этот конфликт, ну я считаю, практически тупиковый вот этот в Турции, и отношения в этой ситуации, как чувствует себя Путин, значит фактически он проигрывает, какие он отношения налаживал с Эрдоганом, а сейчас он оказался в очень сложном положении. Спасибо. Да. Готовы ли вы это прокомментировать? Ну я вам говорю, я с точки зрения Франции смотрю на это, то есть я просто подчеркиваю, как в общем-то некоторые здесь политики, ну конечно в большинстве они молчат, но в многие то, что так как мы связаны с НАТО, мы попадаем в очень опасную ситуацию, потому что ту политику Эрдогана, которую он проводит в Сирии для своих интересов, ну он потому что хочет быть новым султаном, потому что Османскую империю хочет восстановить, ну и так далее, и так далее, потому что поддерживает все-таки исламистов, даже если он это братья-исламисты, братья-мусульмане, а другие все-таки более близки к салафистам, то он все-таки вмешивается и вид ли бы защищает террористов в общем-то, и из-за этого мы можем попасть в конфликт с Россией из-за интересов Эрдогана, потому что мы находимся в одном и том же военном союзе, между прочим, вы тоже, а? Да, и кстати, вам захочется воевать из-за Эрдогана, из-за исламистов, которые видли бы, мне не очень, мне не очень. как будут развиваться события, поскольку времени у нас не так много, с Ригой вас тоже многое связывает, вы в 18-м году здесь презентовали свою книгу, ваш прадед начинал свою карьеру сыщика здесь, в Риге, его даже назвали русским Шерлоком Холмсом, следите ли вы за тем, что в Латвии происходит? Ну да, конечно, нет, ну конечно, в том, это все-таки было больше века назад, ну да, безусловно, Рига у него осталась, потому что, ну мне то, что я знаю о прадеде, это то, что он, конечно, написал, но это то, что тоже рассказывали и бабушки, и тети, и Рига для него, конечно, был важный момент, потому что это был поворот, он поехал в Ригу быть сыщиком, потому что он на самом деле был офицером и в дворянской семье, дворянская семья не допускала, чтобы люди поступали в полицию, это считалось, ну не профессией дворянской среды, среды, так что, а он скучал офицерам и дал в отставку из армии и переехал в Ригу, где, кажется, был член семьи, какой-то, и который ему помог вступить в полицию, потому что он хотел быть сыщиком, и очень быстро возглавил, действительно, рижскую полицию до революции пятого года, на самом деле. В его рассказах, которые вот были опубликованы недавно, воспоминания русского Шерлока Хольмса, как вы говорите, он рассказывает, и там несколько рассказов именно о Риге и о том, что происходило в Риге, да. Ну, а современная Латвия, конечно, мы смотрим, что происходит, и в том числе и беспокоимся о судьбе русского языка, и я тут говорю не как русского происхождения, скажем, человек, а как гражданин Евросоюза, то есть такое нарушение прав определенного языка в стране, мы все-таки живем рядом с Бельгией, мы знаем, что такое билингвизм, до чего это доводило в Бельгии. До тех пор, пока двуязычное не было принято и согласовано всеми, то постоянные были стачки и вообще, ну, несправедливость или раньше была к фламандцам, а теперь к балансам иногда. Так что, да, это, по-моему, не очень хорошая ситуация, в которую Евросоюз должен был бы, на которую Евросоюз, именно Евросоюз должен был бы обращать больше внимания. Мало нас времени очень остается, буквально одна минутка, и вопрос в фейсбуке нам пришел, можно ли узнать, где находится местечко Кашко и есть ли там фамильное поместье? Нет, местечко Кашко, они, ну, их имение было в Белоруссии, в нынешней Белоруссии, это недалеко от Бобруйска, но фамилия Кашко происходит, на самом деле, от старого рода Кошка, и просто это были бояре, был боярин, такой Федор Кошко, он был мэром Москвы, и после оприченной при Иоанне Грозном этой части семьи пришлось бежать в Литву от опричников, и они, значит, проживали потом в постполите, Литва-Польша, в смысле, ну и попали опять в Российскую империю уже в конце 18 века, в начале, да, на конце 18 века. Спасибо вам. И тут в Польше стала Кошка, перешла на Кошко. Спасибо вам, что вы нашли время, вышли в прямой эфир программы Абонент доступен, журналист и писатель Дмитрий Декашко был с нами на прямой связи. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Вам спасибо всем.